Горячий вопрос. В Алматы уже в этом месяце завезут около 15 тысяч тонн 92-го бензина. Эксперты говорят о разных вариантах для выгодного импорта топлива в Казахстан. А пока запас бензина с расчетом на всю страну прибудет из России и Беларуси. Сейчас этот груз уже в пути. Насколько хватит импортного горючего, узнала наш экономический обозреватель Амина Абдрахманова. 37 тысяч тонн бензина марок АЕ-92 и 93 из России и Беларуси прибудут в Казахстан на заправочной станции компании «Казмунайгаз» уже в этом месяце. Около 15 тысяч тонн предназначено для потребителей Алматы. Этого должно хватить примерно на месяц. Дефицитная ситуация на других заправках тоже должна исправиться, потому что начнутся поставки с отечественных НПЗ. Но в каком объеме, пока не ясно. Мы ожидаем, что с начала ноября месяца, с возобновлением отгузок, в частности, с Чемкентского завода, с Павлодарского завода, то ситуация по городу Алматы должна стабилизироваться, в том числе на частных АЗС, таких как Гелиос, Роэл Петро и прочих участников рынка. Каждый месяц алматинцы потребляют около 25-30 тысяч тонн 92 и 93 бензина. В октябре, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, национальная компания «Казмунайгаз» завезла 42 тысячи тонн горючего. 12 тысяч тонн поступило в Алматы по ценам, которые предлагают импортеры. Остальную разницу компания компенсировала сама. А вот владельцы других АЗС не запаслись топливом, поэтому потребители оказались в зависимости от талонов и установленных лимитов. Вот второй день уже кризис по городу насчет бензина. Очереди везде, как вы заметили, на заправках. Сложно стало в последнее время с бензином. Бензина очень, очень не хватает бензина. Что делать теперь? Как-то ездим, двигаемся. Еще 6 тысяч тонн бензина должны завезти в Казахстан из Бако. В рамках соглашения уже оплачена половина оговоренной суммы. Но пока поставщик не готов выполнить договор. Это связано с временным ограничением на экспорт из Азербайджана. После 10 ноября, если поставку не проведут, деньги должны вернуть. Отечественные аналитики считают, что есть еще несколько вариантов для выгодного импорта топлива. Мы сейчас из России закупаем, из Беларуси закупаем бензин. Это, конечно, необходимо. Придется, возможно, увеличить объемы этих поставок. Одно время мы закупали бензин и нефтепродукты из стран Прибалтики. Возможно, этот канал также надо будет использовать. А вообще, в долгосрочной перспективе, нам выгодно закупать бензин, дистополь и другие нефтепродукты из Ирана. По прогнозам экспертов, скачка цен на топливо до конца года не ожидается. Национальная компания «Казмунайгаз» будет сдерживать стоимость за счет своих ресурсов. Но в следующем году, если ситуация с дефицитом не изменится, повышения не избежать.